Ну что, друзья, мы с вами продолжаем изучать Паттайю и в этой серии отправимся на ночную жизнь. То, ради чего как раз и приезжают в Паттайю, самый развратный курорт Таиланда. Прогуляемся по Волкин-стрит, сходим на СОИ-6, посмотрим дискотеки и заглянем в супер необычные места для взрослых. Девчонка зажигает веселая! Бай-бай-бай-бай-бай! Поэтому убирайте детей от экрана, готовьте пальчики вверх и погнали смотреть яркую серию про ночную Паттайю. Итак, друзья, ну что, мы с вами начинаем ночной выпуск из Паттайи. То, ради чего приезжают в Паттайю тусня, движуха, девчонки, Волкин-стрит, СОИ-6. Короче, будет сегодня мега интересно. Много дискотек, много разврата. Уберите детей от экрана и мы с вами погнали сразу на Волкин-стрит. У нас с вами контент начинается мощно. Врываемся сразу на Волкин-стрит с первых секунд. Вы видите надпись Волкин-стрит. Для тех, кто не знает, это самая главная улица Паттайи. Главная улица разврата. Дискотек, клубов, девчонок, пинг-понг, шоу и так далее. Пойдемте с вами погружаться во всю эту атмосферу. Я не знаю, там будет меня слышно или нет. В общем, километровая улица разовлечений для взрослых. Вот мальчики, девочки, справа стоят тоже. Можно выбрать любую по вкусу. Слева играет у нас с вами живая музыка. Опять же, там на гитаре кто-то играет. Здесь у нас с вами народ прогуливается. Есть севами левами. И сейчас чуть дальше пройдем. Там у нас с вами будут развлечения для взрослых. Для мальчиков, так назовем. В общем, Паттайя, она в целом вся для мальчиков. Ох, как это жарко и жарко. И бросает пот от всего этого. Вы просто посмотрите вдаль. Сколько всяких заведений, которые впереди там присутствуют. Это просто жесть какая-то. Вон, у нас с вами, смотрите, дискотеки, дискотеки, дискотеки. Ох, сейчас будем все это смотреть, во все это погружаться. Девчонки, девчонки. Смотрите, девчоночки. Это опять же, ну, соответственно, это формат у нас с вами. Ну, гоу-гоу. Девчонки внутри танцуют. И если захотите, можете снять такую девочку. Будет стоить там, наверное, 2-3 тысячи бат. Примерно так. Девчонки. Примерно так, наверное. Тут по- Zaun. По-真的-де-деар. вот вообще чтобы вы понимали что такое волкин стрит это главное наверное развратная улица в принципе в таиланде не бангало роуд не касан роуд который в банкоке все-таки в подметки не годится самый главный развратные улицы паттайи но замечу так что мы с вами поедем чуть позже на свои 6 и стоя 6 даже более развратная улица чем вот это хотя они мало кто знает мы с вами там прогуляемся ой там такое будет ой там такое будет хотя и здесь ой такое будет короче сейчас покажу вам по максимуму паттайю вечернюю взрослую взрослую вечернюю паттайю я сам соскучился по этому всему формата или 100 лет вообще не был поэтому мне будет самому интересно прогуляться и вам все это дело показать вот опять же мальчик стоит это ну казалось бы девочка но это мальчик мальчик в юбочке очень хватки на них индусы здесь очень много кстати индусов индусы прямо любят трансиков да и они это понимают ой как здесь громко ой как здесь громко опять же вокруг меня куча всяких гу-гоу шоу там зазывает посмотреть пинг-понг шоу здесь какие-то фаренгейт гу-гоу шоу еще что-то все связано соответственно с мужскими всякими развлечениями я не знаю девчонкам будет интересно вообще паттайи или нет или она чисто для мальчиков вот это только в самом начале вообще стоим самое начало волкин стрита и уже просто так как будто эпицентр какой-то всей жизни смотрите какой чудик у нас здесь ходит ничего тебе нельзя снимать говорит вот так вот его да да правильно его сейчас давайте с вами сходим на дискотеку какой-нибудь клуб посмотрим как проходит жизнь там потому что к сожалению по правилам ютуба я стрепуху показать не могу ну вы сами понимаете что там происходит там полуголые полностью голые тайки танцуют и так далее если вы захотите ее собрать то там нужно пару клубу оставить примерно три-четыре тысячи бат вот но мы с вами дальше отправимся на сои 6 вот там будет гораздо все дешевле и гораздо интереснее потому что здесь тайки не разрешают себя снимать а там пожалуйста снимай во всех смыслах это мы скоро туда за перевестись а сейчас давайте с вами зайдем какой-нибудь ну в разные клубы я сейчас на резочку сделаю как в клубах обстоит обстановка в паттайе как выглядят ночные клубы в паттайе погнали зайдем куда-нибудь и потанцуем и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас с вами был недавно на канале сезон про Турцию. Ребята, конечно, конечно, моя любовь – это Таиланд. Какая Турция? Ну, ребята, ну какая Турция? Тем более зимой, тем более осенью и так далее. Конечно, нужно... Я вам так скажу. Даже самая простая попсовая Паттайя, она уделывает Турцию просто во все щели. Просто во все щели Таиланд уделает любую Турцию. Вот, поэтому напишите, что вы думаете. Может быть, есть фанаты Турции, кто скажет, ты что несешь? Турция лучше, чем Таиланд. Я скажу так, что это не может быть такого. И, кстати, обратите внимание, сколько здесь индусов. Я вот не знаю сегодня такое ощущение, что их поменьше стало. Вот я буквально там вчера-позавчера ходил. Здесь были просто топы индусов. И мы сейчас с вами зайдем в дискотеку, где одни индусы. Это же... А, вот она, вот она. Вот сюда сейчас давайте я вам покажу, как там выглядит, что. Ну, это жесть, это полная жопа. Я вам так могу сказать. Это ужас, это ужас. Даже индусы оттуда вылетают. Продолжение следует... Ну, в общем, эти индусы хватают за плечи, за туловище. Мало того, еще и за попу, и за все хватают. Вообще, лишь бы прикоснуться до белого. Но то, что захватают за задницу, я вообще в шоке был. Такой, захожу, один пройдет, прогладит другой. Ну, короче, с индусами, конечно, в лучшие индусские клубы не заходить. Вот, а что я хочу еще вам показать, что здесь, смотрите, опять же, на этом. Внимание не заостряю. Свежескошенная трава здесь, свежескошенная трава там, свежескошенная трава на каждом углу. Короче, можно... О, смотрите. Девчонку, короче, скидывают вот такими шарами. Нужно попасть в эту штуку, и она упадет. Ой, не попали, не попали. А там внутри пена, внутри пена. О, попал, попала, она не упала. Вот это, с первого раза не попала. Нет, точнее, с первого раза попала, опять попала, и она не упала. Мимо. Ну-ка. Опа! И, видите, в воду. Стыкай! Короче, такое развлечение скидывать девчонку в бочку с водой. Я такое впервые вижу, на самом деле. Ну, если вы видели, напишите. Вот вам как бы на заметку, скорее, во всех ящиках впереди. Во всех различных странах тоже будет впереди. Так, ну здесь хотя бы промежуток без музыки. Хотя бы что-то можно так рассказать и записать. Вообще, честно говоря, меньше стала улица. Перенесли ряд баров в центр. Например, самый популярный микс. Кто помнит вообще клуб микс? Русская тусовка вся была в миксе. Она переехала в центр Волкин-стрита. И, ну, потухлее, короче. Здесь сейчас больше отдыхает индусов. Китайцев наших поменьше стало. Раньше было, конечно, веселее. Но все равно тоже очень даже весело, масштабно и так далее. Вы, опять же, тоже напишите, где круче. На Бангалароуд или здесь? Ну, здесь улица в два, в три раза, наверное, больше, чем Бангалароуд. Она здесь огромная. Но появились вот эти индусские клубы. Опять, смотрите, видите, индусский флаг. Ну, блин, туда даже заходить я даже не хочу. Говорю, после того, как меня полапали в другом индусском клубе. Ну, их нахрен. Они, конечно, вести себя вообще не умеют. Что в Индии они напиваются, себя вести не могут. Что здесь, как бы. Ну, у них, типа, это считается белого потрогать, карму улучшить себе там или еще что-то там, к большинству, грубо говоря, прикоснуться. А если ты его еще и за попу потрогаешь, там, наверное, вообще на седьмом небе от счастья. Ну, я в шоке был. Вперед и дрогает. А кто? Я даже обернулся, а хер поймешь, кто это там. Плотничком. Там очень плотно. Там очень плотно. Там очень плотно. Вот, на заднем фоне надпись такая у нас с вами. Но, что я хочу сейчас сказать, что главное, мы сейчас с этой улицы, с Волкин-стрита переместимся на другую улицу, которая более даже интересна, чем Волкин-стрит. Вы мне скажите до поездки сегодняшней в Паттайю, что есть более интересная и необычная улица, чем у Волкин-стрит. Вы об этом знали, потому что всегда все ходят на Волкин-стрит. А есть еще более интересная, вы мне ее посоветовали на стриме, я на улицу заглянул, и мы там с подписчиками встретились. Вообще охренели. Сейчас вы тоже это все дело увидите. Поэтому, оказывается, в Паттайе не только одним Волкин-стритом едины. Там столько всего интересного. Короче, погнали смотреть, что у нас с вами за СОИ-6. Такие вообще в Паттайе. Ну а кто забыл, на Паттайе катаются на таких тук-туках. Насонгтел называются, но все уже их называют тук-туками. Даже уже тайцы их называют тук-туками. Вот, сейчас прокатимся с ветерочком. Стоит проездка всего 10 пат. 10 пат, короче, капюш. Вот, ну и они курсируют здесь по определенным маршрутам. Я сел туда, куда мне надо. Потом можно сесть не на ту маршрутку, на самом деле. Ну и вечером, соответственно, все вот эти тук-туки сперва едут на Волкин-стрит. А потом, после 12 ночи, там ближе к часу ночи, они наоборот все уезжают в Волкин-стрит и развозят людей по соответствующему району. Вот, слушайте, ну колоритно, ребята, колоритно. Вспоминаешь с детства, когда ездил на тук-туке так же. Видите, все битком там набиты. Кто-то там на Джамтьен ездит. Кто-то на Клуа едет. Вон здесь тоже, тоже здесь, видите, все вон, передают привет. Так что все едут веселиться в центр. Ну и опять же, видите, на байке, кто на байке, тот хопа-хопа, быстренько проедет между рядами. И на байке гораздо быстрее добираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, сейчас я пришел на Невероятную улицу. Улицу специально для мальчиков. Назовем ее так. И не стоят одни девочки. Называется СОИ-6. Мне посоветовали вы ее на стриме. Я даже и не знал, что такая есть улица. И давайте с вами прогуляемся и посмотрим, как выглядит такая улица. Одни девочки, девочки, девочки. Бары, бары, бары. Девочки, девочки, девочки. Короче, здесь отличается формат от Волкин-стрита. Здесь чисто под съем все предназначено. Короче, девчонки стоят, выбирая любую. Там попивают пивасик пока. Вот, в общем, такой формат. Он немножко отличается от Волкин-стрита. Волкин-стриты тебя заманивают, затягивают, чтобы ты зашел. Посмотрел там стрепуху всякую. Либо в клуб ты зашел и так далее. А здесь они все, видите, сидят-то за барными стоечками и чего-то ждут. Ну, улица такая протяженная, где-то метров 500. И, видите, бар на баре, клуб на клубе. Соха, секси, инзи-сити, тексотика какая-то различная и так далее. Вот, так что формат отличается от Волкин-стрита немножко. Чуть-чуть. О, вам привет передают. Вот, меня уже затягивают, меня уже ведут. Все, меня уже трогают. Я побежал. Он привет передает. О, вау. Амак. Амак. Вот, а водичка, вот тебе. Огонь, девчонка, огонь. Вот, мне. Амак. 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 Слушайте, а девчонки-то Открытые, раскрытые Я удивился Обычно типа, убери камеру, убери камеру Вот, а здесь как бы такие Изображен Ну, не все, ребята, кто-то будет говорить Там типа, убери камеру наверняка Но по большому счету Видите, никто ни разу Ничего не показал Вот, поэтому, нет А, я узнал, сколько стоит Две тысячи, в общем, она сказала Две тысячи в час Соответственно, типа, нужно отдать Тыщу бару, тыщу ей Вот, получается, поэтому здесь Наценка идет Еще забирает бар Ну, и плюс ты можешь посидеть с ней Соответственно, пипка здесь выпить Вон, какие девчонки Все это девчонки, кстати Блин, офигеть, тут и молоденькие совсем Сколько лет стоим-то, я не знаю Есть совсем малюсенькие Оп, 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 оп Оп, оп, оп Кто здесь? Кто здесь? Что они все трогают? Слушайте, они сами в кадр рвутся Я удивляюсь На Волкин-стрит они отворачиваются, а здесь наоборот в камеру лезут. И меня везде трогают. Вот так вот можно, видите, как делать. Рокси! Рокси! Рокси-бам! Рокси-бам! Приходите в Рокси! Я даже не могу выговорить, короче. Девчонка зажигает, весёлая! Окей, бай-бай, бай-бай! Бай-бай-бай-бай-бай! Девчонки здесь, конечно, зажигают, вообще будь здоров! Давайте, привет передаю! Заманивают меня, затаскивают всеми сетями возможности. Ой-ой-ой! Там Загудура играет здесь, короче. Он зажигает, ой-ой-ой! Я горила! Ха-ха-ха! Потом, потом, потом! Давайте, пока-пока-пока! Ой, блин, я еле от них отбился, короче. Тоже две тысячи. Две тысячи называют, опять же, тысяча себе, тысяча бару. Вот, и при этом, я так понимаю, что это всё отели здесь есть. Ну, не отели, а комнаты есть, куда они, собственно, отводят. Поэтому, ну, видимо, этим улица и славится. То, что сюда можно прийти, так вот выбрать, пивка попить и так далее. Ну, улица чисто мужская. Да, в принципе, Паттайя чисто мужская улица. Кто скажет, что это женская улица? Нет. Улица женская. Женщин здесь прям вот дофигища. Но женская улица для мужчин, я бы её так назвал. Ох! Я аж вспотел, ребята, я аж это вспотел. Я не знаю, одни девчонки. Одни девчонки, короткие юбчонки. И вообще без юбчонок даже, я бы сказал. О, можно как, смотри, сделать. Опа! И меня тоже уже по попе хлопают, шелёпают. Вот, а улица мега весёлая. Но в основном для... Ой, 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 ой! Передают вам привет, передают привет. Причём удивительно, что они в кадр лезут. Они сами влезают. Ой, 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 ой! Они не то, что в кадр влезают, они в штаны ко мне влезают. Это нужно, блин, быть мега аккуратным и осторожным, чтобы тебе здесь в штаны не залезли. Просто жесть. Посмотрите, сколько девчонок. Вот это формат, вот это улица, да? Из каждой кафески кто-то доносится. О, полис, полис! Вау! Короче, пристают, видите, всякие плётки и так далее. Всё в ход идёт. Всё идёт в ход. Девчонки вам передают привет из Паттайи. Скоревенно говоря, я думал, что мне нужно будет камеру прятать. Там чё-нибудь какая-нибудь скрытая съёмка. Или ещё что-то. Нет, ты ходишь, они вон как бы там танцуют, зажигают, улыбаются, пляшут. Вот вам. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Платочком всё время стучит. Вау-ау-ау-ай! Уй! А это, может быть, и мальчик, кстати, я даже не знаю. Вот видите, Тайки, они все низенькие, худенькие, маленькие. Не, ну, бывает, полненькие тоже, конечно. Но, в основном, они все невысокого роста. Вот. Если высокая Тайка, сразу ухо востро. Это 99%, что это транс. Высоких Тайек не бывает, в принципе. Ну, в общем, пишите, как вам такой формат. Я думаю, пацанам должно зайти. Девчонки скажут — фуууу! Девчонки что-нибудь поворчат, сейчас скажут — ужас какой! Куда наши мужики приезжают? Что происходит? Что творится? Ой! Ой! Пусть мало, мало туристов пока, видите. Вот они вылавливают, вылавливают. Потихоньку мужики появляются. Сколько девчонок, да, вот это нормально Вот, я, честно говоря, думал, что вы постебались надо мной на стриме Я думал, сейчас приду, и здесь будет какая-нибудь гейская улица Типа, Серега, сходи на 100,6, там вообще огонь Я такой сюда подхожу, думаю, блин, наверное, прикололи Сейчас сейчас какая-нибудь гейская тема начнется Сохожу, девчонки, девчонки И причем, смотрите, я трансов вообще не вижу, кстати На Пукете трансов прям очень много Здесь, ну, они есть, но их мало Почему-то на Пукете, мне кажется, гораздо больше трансов, чем здесь Здесь, конечно, очень интересно и игрушки, смотрите Можно подарить девчонкам, игрушки сразу подвозят Можно сразу супчик себе заказать какой-то Можно угостить девушку, можно девушку проводить сразу в ресторан Не нужно никуда ехать, вот вам ходячий ресторан Вот можно и пошопиться, можно и шмотки перекупить сразу Девчонка такая понравилась вам, вы их оба наряд выбираете Она такая, опа, и довольная Вот они там, видите, девчонки, короткие ебчонки Здесь тоже девчонки, короткие ебчонки Ну, в общем, пишите, какая вам улица больше понравилась Бангла или Сой-6 Я даже не знаю, парни должны проголосовать, наверное, за Сой-6 Но и Бангла тоже жару дает На самом деле, это, наверное, вообще, Паттайя один из самых развратных курортов мира Наверное, ну, я просто не знаю, где более развратное можно найти В таком масштабе Хоть на Банглу зайди, хоть сюда зайди Просто тысячи девчонок, тысячи Вот, но найти среди них красивую проблематично, честно говоря Опять же, на вкус и цвет, напишите, видели ли вы видео красивую какую-нибудь девчонку Ну, а я, смотрите, какой нашел невероятный ночной рынок На фоне у меня, видите, самолет Кто бы мог подумать, я что-то такой даже и не слышал Раньше такого не было Смотрите, вокруг самолета организован такой ночной рынок Здесь сейчас можно будет все это посмотреть, что-нибудь попробовать Я думаю, честно говоря, что это ресторан там вот как раз внутри находится Но нет, это просто типа декорация такая Вот, здесь у нас, смотрите, продают ребрышки Всякие ребрышки стоят Большая порция 260, 250, 220 и 140 Маленький кусочек такой у нас с вами ребрышков Здесь еще продается шаурма Это вот настоящая национальная еда тайская Но я шучу, конечно Видите, 70 бат стоит куриная шаурма Пойдемте с вами внутрь туда прогуляемся, где все основное лежит Ну, главная фишка здесь, наверное, все-таки, что сидишь с видом на самолет Вот я Так, ой, пахнет уже даже вкусно, смотрите Традиционные всякие шашлычки Сейчас посмотрим, ну-ка, сколько стоит Здесь прям очередь и аншлаг Прямо у этого ларька 10 бат, смотрите, 10 бат, 10 бат, 10 бат, 15 бат Вот такая жареная штучка Короче, шпажки жареные по 10 бат В принципе, ну, цена хорошая О, кролики дальше сидят, смотрите Прикиньте, кролики бегают Здесь, короче, вот фишка ночных рынков В том, что то есть разнообразие прям огромное Огромное, значит, манго, стикер айс 80 бат Манго по 150 бат Здесь такие наборы по 150 бат Таврикап, таврикап Вот здесь тоже всякие жижи, карри и прочее 50-60 бат стоит, собственно, порция вот такой штуки А наваливают от души, кстати, смотрите Нормально наваливает Ну, опять же, вот такое стрёмное есть, когда оно не подогревается Когда оно не обрабатывает, не подвергается термической обработке И лежит здесь уже, не знаю, там, сколько часов Стрёмное это все дело брать, конечно О, шашлычки, 30 бат Сардельки тоже 30 бат Но они, видите, на костре, с кострата берешь Там хотя бы термическая какая-то обработка произошла Повторная Вот это вообще ужас Какие-то куриные лапки, смотрите Куриные лапки 120 бат Это деликатес, судя по всему Это копытца свиные 120 бат Короче, здесь какие-то деликатесы И, наверное, мозги еще какие-нибудь Какие-то куриные эти Свиные кости, свиные шкурки Пойдемте отсюда Ужас, короче, какой-то Народ он здесь кушает Тоже, смотрите, сколько всего понабрали Сколько всего вкуснятины всякой Тоже шпажки с креветочками Это уже нам традиционно По 100 бат стоит такое Селман тоже 100 бат Это у нас с вами, прикиньте, это, как ее, медуза Медуза за 40 бат шпажка И на гриле грибы 25 бат Ну и как же здесь без букашек-таракашек Он у нас с вами жуки, паучки О, лягушечки даже есть Вот, саранча всякая Короче, интересно И здесь, кстати, разрешают хотя бы снимать А то обычно бывает, где вот Всякие жуки-пауки Фото стоит от 20 бат, там, например Сами жуки стоят 40, а фото с ними стоит 20-ку обычно Поэтому здесь, видите, разрешают, во всяком случае, снимать В общем, такой антураж Что мы сказали Вот еще, смотрите Еще всякие осьминожки Кальмары Устрицы По 190 бат Вот такой набор получается Эти шпажки у нас с кальмарами 30 бат Осьминожки большие по 100 бат Средненькие по 80 бат Обратите внимание, что необычное Мы ходим с вами среди самолета Вот, наверное, колеса самолета Вот его корпус Вот, на самом деле, он достаточно низкая посадка, оказывается Если я по нему не буду пригибаться Видите, насколько низкий самолет оказывается Я думал, самолет повыше Вот, а мне нужно пригибаться Видите, метр пятьдесят А еле прохожу Проход между самолетом Так, здесь еще, смотрите, готовится крокодил Здесь, кстати, вот реальный крокодил прям крутится Они прям видно, что мясо Там с него жир стекает Мы с вами были в Бангкоке Там муляж был Типа висел А здесь прям видно, что вот этого целого крокодила Зажарили Видите, у него сколько здесь челюстей прям лежит И стоит крокодил Маленькая порция 200 бат Средняя порция 300 бат И большая 400 бат В общем, крокодил не дешевый Но я его ел, кстати, когда-то Вот, и могу сказать, что он похож по вкусу на курицу Вот, а на удивление, казалось бы Чтобы крокодил должен быть похож, там, не знаю На какую-нибудь говядину, там, или еще что-то А он похож на курицу Такой достаточно нежный Вот, ну, за 200 бат я брать не буду Здесь просто полно всего Что можно взять подешевле и повкуснее В общем, решил я взять шашлычков Здесь как раз дожарятся куриные шашлычки Плюс папайя-салат 50 бат И шашлычки по 10 бат Вообще, конечно, дешевые Здесь 10 бат, 10 бат, 10 бат Вот, так что Должно быть вкусненькое Сейчас сядем-присядем Будем это все пробовать Ну, вы же знаете, я люблю папайя-салат Я люблю сом-там Вот И сейчас еще шашлычки будут И так, друзья, ну что Я взял, в общем, сом-тамчик Взял шашлычки И присел с таким видом Вот у нас с вами самолет На переднем плане И здесь у нас с вами сом-там и шашлычки В общем, каждый шашлычок стоит по 10 бат Сом-там стоит 50 В сумме все это 80 бат Меньше, чем 3 доллара Ну, слушайте, ну На ночных рынках вот таких туристических Конечно, это все делается не под местных Это все делается под туристов Которые сюда приезжают Поэтому ценник здесь не самый низкий Но надо сказать, что шашлычки, блин, 10 бат Это дешево Вот Ну, я вижу, что сюда привозят автобусами Целые составы китайцев Здесь очень много сейчас китайцев Там автобус приехал, автобус уехал И так далее В общем, сюда прям привозят Пакетами туристов Ну, давайте с вами попробуем Что у нас за шашлычки Что у нас за сом-там такой Ну-ка, погнали Ну-ка, идите сюда, шашлычки Ну, ничего, ничего такое Нормально Давайте сом-там заценим Главное в этом блюде сом-там Я, как всегда, попросил поострее Сделали Остро Не знаю, буду я сейчас ехать или нет Возможно Вполне возможно, что буду ехать В принципе, ребят Колоритно Вкусно Необычно С Самолетом На Переднем плане Ну и с китайцами Тоже На переднем плане Ну, то есть Все стоят С ними С ним фотографируются Я прям удачно сел У меня лучший ракурс Вот Мне не нужно вставать Занимать очередь Или еще что-то Просто Сижу и наслаждаюсь Невероятным видом В общем, ребят Пишите в комментариях Как вам Такой ночной рынок Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья А здесь у нас с вами Начинается Интересная улица Которая Вечером Превращается В Ой, а здесь еще Музыка будет Короче Мы с вами вышли На бичку То есть Легендарная Пляжная улица Вечером Превращается И слева Смотрите В тени Под пальмами Различные бабочки Летают Здесь как бы И индусов Достаточно много Индусы любят Видимо, смотрите На различных бабочек Это все едут У нас сами На Волкин-стрит Кстати, вот По правую руку Соответственно Вот это все У нас сами Едут в сторону Довижухи Всех дискотек А я вот сейчас Решил вам пройтись И показать Вообще Как выглядит Такой формат Волкин Не Волкин-стрит А Этой пляжной улицы Вечером Ну, здесь Виде, к слову говоря Конечно И концерты кто-то дает Кто-то что-то поет Но основная цель Этой улицы Конечно Сюда и приходят Не послушать музыку Сюда приходят Выбрать Как раз Всяких Ночных Бабочек Вот Поэтому Вон слева Слева Здесь разного сорта Есть бабочки Есть девочки Есть мальчики Есть средний пол Вот И они обычно В тенечке Под пальмочкой Где-то встанут И так далее При этом Здесь полиция Достаточно Здесь посты Всякие полицейские И так далее Это все разрешено Вот Неформально То есть В принципе В Таиланде Такие вещи Запрещены Но В Паттайе На Фукете Тоже это частично Все Типа Разрешено Вот Здесь прям Очередь из индусов Прям смотрите Выстроились Выбирают Смотрите Эти тоже идут Опять же Обнимаются Индусы Друг за друг За плечи Вот К этим подошли К этим подошли Вот Ну Опять же Хочу Кстати Вот Обратите внимание Индусы Очень сильно Интересуются Трансами То есть Очень часто Я вижу Арабы И индусы Это те Кто ходит С трансами То есть Основной Спрос На трансов Именно У индусов Вот И кстати Они вот Группами стоят Идут девушки 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 Бац Начинается Группа Такая Трансов Все-таки Трансы Здесь Тоже Есть Ну И здесь Они дешевле Стоят Чем В других Там Заведениях И так Далее Это Все Частный Промысел Здесь Поэтому Они дешевле Здесь Примерно Тысячу бат Стоит Ночная бабочка 800-1000 Вот И соответственно Чтобы ее куда-то Отвезти Вот здесь Они еще Сверху Накидывают Там 200-300 бат Соответственно 1200-1300 бат Ну 1100 Где-то Вот так Короче Выходит По рассказам Я слышал Как бы Вот Кто Кто Пользуется Ночными бабочками Да Ну А вообще Здесь Чтобы Выбрать себе Какую-нибудь Там Красивую бабочку Нужно Очень сильно Постараться На самом деле Они все Такие Достаточно Странные Даже Бывает Порой Удивляешься Тетя Ну Точнее Бабуля Куда тебе Ну Там Типа За 60 лет Где-то Ну Под 60 лет Ну Бабуля Ты куда Свою Изюминку Вытащила Грубо говоря Вот Поэтому Иногда Возникают Вопросы Кто Здесь Стоит Вообще Кто Стоит В основном Молоденькие Уже там Работают В клубах И так далее А сюда Выходит Кто На пенсии Вот так Ну Либо Кто Только Начинает Поэтому Имейте Ввиду Конечно Я говорю Я вот так Походил И говорю Визуально Чтобы кто-то Здесь стоял Симпатичный Ну Это прям Большая Проблема Но Дешево То есть Эта улица Самая Дешевая С точки зрения Ночных Бабочек Ну Чтобы вы понимали Помимо Дискотек Помимо Невероятной Движухи Как всегда Можно выйти Рядом С Волкин Стрит С Волкин Стрит Да Правильно Я уж Я им путаю Волкин Стрит И Бангалароуд Время их путают Название Можно выйти И покушать Самое главное Что нужно сделать В Таиланде Вон Здесь всякие Ребрышки Курочка За 80 бат Здесь рыбка За 140 А 150 А кстати Вчера было 140 Было Это видимо Побольше Здесь 40 бат Какая-то Рыбешка Карасик Какой-то Такой Небольшой Там Что-то Кому-то Сомика Какого-то Делают Здесь Тоже Какая-то Маленькая Рыбка Здесь Маленькие Шашлычки Это примерно 20-15 бат Стоит Шашлычки Тоже 10 бат Примерно Такие Стоит Здесь У нас С вами Шпажки 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 Ребята Это Как бы Время Сколько Там Пол Одиннадцатого По-моему Примерно Пол Одиннадцатого Ночи Соответственно Это еще Как бы Детское Время Грубо Говоря Паттайя Только Просыпается Только Просыпается Мы с вами Попозже Здесь Пройдем Часа В три Ночи Вот Вы увидите Сколько Здесь Вообще Людей Будет Еще В три Часа Ночи Работать То есть Я такого Не видел Нигде В мире Ну Движух Слушайте Ну Все Едут Потихонечку К Бангале В это Время Только Туда Стягиваются Вон Опять же У нас Здесь Шпажки Шпажки Сосиски Вот Где Где В Таиланде Вы голодным Точно Не останетесь Опять же У нас Здесь Жучки Сверчки Паучки Ногти Вам Сделают Здесь Еще Сумочку Можно Прикупить В общем Помимо Танцев Шманцев И Обниманцев Здесь Можно И затариться И покушать И сумочки Всякие Прикупить И Как минимум Голодными Не останетесь Еще Помимо всего Прочего Что Вот здесь Есть Макашницы Которые Стоят Продают Опять же Он курит Мы просто С вами Сколько Идем Столько И еды Сколько Мы с вами Идем Столько Здесь И еды Помимо Всего Этого Прочего Здесь Через Каждые 100 метров Наверное Присутствуют Всякие 7-11 Не всякие А 7-11 7-11 7-11 Кстати Слышал Что Фэмили Март Закрыли Или Выкупил Кто-то Выкупил Фэмили Что ли жалко Все равно Все Большинство Ходили В 7-11 И вы напишите Кстати Вы что любили 7-11 Или Фэмили Март Мне как бы Не жалко Что Фэмили Март Пропал Когда я Приезжал На Бали Опять же Выпуски Можете Посмотреть Про Бали Я там Вообще Был в шоке А где Есть После 10 вечера А где Вообще Есть Где Вот Очень Много Где Проблем В Индонезии На Бали Перекусить В Таиланде Такой проблемы Нет Слышал Такую Поговорку Что Если Таец Не видит В зрительном Поле Какой-нибудь Еды У него Начинается Паника И стресс Вот если Таец Не видит Где-то Впереди Там Вон Там Я там Могу Перекусить Смотрите У меня Душа Спокойно А вот Я не вижу Опа И все У меня Стресс У меня Сердце Колотится А где Я сейчас С голоду Помру Я сейчас С голоду Помру Видимо Поговорка Реально Действует Я вот Честно говоря Реально Всегда В поле Зрения Ты можешь Увидеть 7-11 Макашница Или еще Что-то Вот так Что Поговорка В поговорке Можно Это и Верить Если Вы были В Тае Напишите Голодали Либо Хоть Раз В жизни Здесь Здесь Невозможно Голодать 24 Часа В сутки Вы Будете Сытыми Субтитры да друзья ну и плюс еще таиланда в том что здесь на каждом углу и 7-11 в котором до 12 часов можно прикупить себе что-то да покрепче он поэтому чтобы не тратится в барах и не покупать все это в там в 3 дорога в десятеро десятеро дорога а где hello welcome ничего себе в этом 7-11 нет hello welcome вот поэтому идем сразу это мы минуем это минуем я сытый и я довольный это все обзоры смотрите предыдущей серии про еду про 7-11 и что я вам рекомендую взять ладно давайте здесь тоже скажу что я рекомендую взять а что я рекомендую взять здесь нету нету разобрали то что и поэтому смотрите предыдущую серию опять же здесь есть дамплинги сосисечки треугольнички бургеры короче глаза разбегаются ребята если вы не хотите там тратиться на еду заходите в 7-11 и покупаете все это дело здесь просто смотрите море еды но мы с вами не за едой пришли мы сейчас возьмем с вами свежевыжатый хмель ну-ка он есть уже очередь сюда образовалась не в один отдел никто не стоит а в этот отдел уже очередь все сюда ломятся один а пока там другие выбирают можно взять кстати смотрите всякие такие напитки какие-то коктейли смирновые спрай здесь куча пива всякой хайникин и так далее но мы с вами идем конечно за традиционным пивом берем традиционный пивасик 41 бат вот еще 12 часов главное купить вот это все сидим битком тоже подошли индусики тоже выбирают вот энергетики можно подзарядиться кстати энергетиками можно подзарядиться в любое время поэтому все мы взяли с вами зарядимся немножко вот 033 опять же кто скажет что серега ты квасишь 033 просто часа подзарядиться и пойти тусить уже полноценно но вы посмотрите до чего дошел прогресс до невиданных чудес китаец вот так вот возле 7-11 стоит заряжается от электрической колонки вот такой в каком веке мы с вами живем китайцы уже просто впереди планеты всей даже не тесла здесь на зарядке стоит а вот какой-то буду будет your dreams вот так вот называется тачка вот она подзаряжается здесь на от электричества вот так вот стоит и все вот это вот это технологии на а мы с вами ладно идем тусить лучше я хотел сказать я именно это и хотел сказать друзья вообще я поражаюсь не знаю как это назвать обжорству трудолюбию тик его знает как это охарактеризовать что три часа ночи ребята на улице три часа ночи вы можете и поесть вы можете и сувениры себе закупить и мыло и нюхалки всякие и вот еще что-то готовят и вот здесь готовится и футболки продаются в три часа нахрен ночи вспомним я не знаю вьетнам вспомнить вспомните индонезию боли но там все до 10 часов все 10 часов наступает все убежали побежали все сворачивают здесь три часа ночи жизни кипит пожалуйста он сосиски какие-то шарики с креветками с сыром и так далее можно набрать здесь здесь какие-то он тоже кольца кальмара какая-то рыбка еще что-то там он шашлычки вам пожалуйста жарят он тоже какие-то булочки пышечки в три часа ребята ночи просто круглые сутки без перебоя и фрукты и и и поцтай и том-ям и чё хочешь короче я вообще в шоке короче ставится я не знаю как это назвать это ну то ли любят поесть но это же вот как бы для туристов наверное все таки то ли такие трудолюбивые постоянно работают работают 24 часа в сутки работают спят фиг знает вообще когда но на всякие супы ну вот это не для туристов например это для себя не вижу видеть они считаются сами подходят это все заказывают какие-то свиные копытца что-то здесь тетенька делает а рой мак 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 окей он какие-то тоже штуки зеленушки но это же явно не для туристов и такое готовит вы видите даже написано на тайском фиг поймешь что это где-то фрикадельки еще здесь у нас вами он фрукты рамбутаны и дурианы ланганы здесь опять же рыбки какие-то вот а сломанными головами кстати видите как они ломают голову смешно и выглядит необычно какие-то зеленушки корешки пакетики все есть а рой а рой мак 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 вот здесь шпажки по 5 по 5 бат но это все малюсенькие виде поэтому они такие супер дешевые там 30 ника какие-то наборы стоит здесь еще кокосы 25 бат свежевыжатые фреши причем видите местные берут за 7 в 3 часа ночи стоят люди маникюр маникюр делают в 3 часа ночи вы прикиньте не ну это не я хотел сказать было что это на эти фанаты еды но вы видите все здесь есть и еда и маникюр и педикюр и и сувениры и фрукты и и чё только нету короче ну да наверное все таки трудолюбие хотя тайцы считаются ленивыми людьми я даже не знаю не вы же с тобой собой постоянно вот этот весь вам и сережки можете купить 3 часа ночи и баночки какие-то и и мази и духи и и и зеленушки и сливы и и лук и петрушку и укроп вижу видите все это местные стоят за этим все местные цепочки я офигею короче ребята напишите как бы вы это охарактеризовали у меня слов нету жучки 3 часа ночи вот нам пожалуйста кузнечка захотели 3 часа ночи он захотели личиночек все есть он тоже какие-то зажаренные штуки музычка играют у них здесь вон там движуха тоже какая-то в подворотне я в афиге конечно я честно говоря в афиге с тайцев в какой стране мира в принципе даже в любой азии будут 3 часа ночи вот так вот магазины работать аптеки аптеки 24 часа практически ну работает я вообще не знаю как это вообще происходит как это вообще назвать очень пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу либо тайцы жадные хотят очень много денег заработать наверное вот так вот можно характеризовать вот эти точки тоже есть в общем вот такой у нас с вами вид улицы в три часа ночи чё вы думаете я в шоке ну что друзья пишите в комментариях как вам ночная жизнь в паттайе как вам дискотеки как вам волкин стрит ну а главное как вам сои 6 ну а в следующей серии мы с вами отправимся на остров кулан который даст фору фукетту и другим островам таиланда по пляжному отдыху на кулане находятся невероятно красивые пляжи поэтому не забудьте подписаться если еще не подписаны ну а вы не забывайте поддерживать канал не забывайте отправлять донаты любая копеечка очень полезно любые 100 рублей помогут на развитие канала на бензин на том ям на том к на паттай и так далее поэтому не забывайте переходить по ссылочке в описании на donation alerts или отправлять поддержку через qr-код большое спасибо всем кто помогает и понимает что путешествие нынче это не дешево друзья ну что ж не забывайте ставить пальчики вверх не забывайте писать комментарии ну и не забывайте подписываться если еще не подписаны увидимся в следующей серии всем чао всем пока